Если нет громкой связи, то ваши громкой связи должны стать ваши сотрудники. Причем, опять-таки говорю, все посмотрите, допустим, график расписания групповых программ у себя. Посмотрите, кто ведет эти групповые программы. И каждый тренер после своего урока или перед уроком, в зависимости от формата вашего урока, лучше после, объявляет о том, что планируется в ближайшее время, делает объявление о вашем мероприятии. То есть вы ему прописываете скрипт, он его учит наизусть и говорит буквально на 10-20 секунд, буквально несколько объявлений. Ребята, мы собираемся тогда-то, там-то, говорим о том-то, кто записался, поднимите руку. Если никто не записался, почему эта тема крайне важна? Запись на рецепте, прямо сейчас делайте это. Можете привести с собой друга или подругу. То есть громкая связь у вас будет живая, значит. Аналогично тренер в тренажерном зале. У всех есть, ну тренажерный зал, так понимаю, есть у всех, ну большинство, да, то есть кроме там студии похудения, кроме бодифлекс. Аналогично тренер, дежурный тренер, персональный тренер. То есть задача, каждый сотрудник, да, должен стать вашим рупором и доносить клиенту о том, что в рамках клуба проводится, да, данное мероприятие, это внутриклубные мероприятия, направленные на увеличение продаж. Это мероприятие крайне важно. Вы туда не вкладываете деньги фактически, да, то есть ваши затраты нулевые. Но вы туда вкладываете ресурсы, да, человеческие. И это может быть даже и хорошо, что громкой связи у вас нету, да, потому что личный контакт, он всегда лучше, чем обезличенная, да, информация для всех. Поэтому также для тренера тренажерного зала скрипт о том, что, где, когда и как записаться. То есть обязательно. И, естественно, да, это все контролировать, да, то есть постоянно. То есть заходите до уроков, после уроков, спрашивайте клиентов, а знают ли они. Звоните в клуб и слушайте, говорят ли сотрудники клуба об этом, да, то есть спрашивайте о мероприятии напрямую или там косвенно каким-то образом. То есть ваша задача узнать, а вообще дошла ли информация, да, то есть не вылетела ли в одно ухо, а в другое вылетела. То есть действительно ли персонал включился. То есть это нужно обязательно проверить. Есть ли как бы от персонала фидбэк какой-то.